Гигабайты информации Европарламенту в лице Норберта Линца Украина требует не допустить в стране второго голодомора. Никогда житница всей Европы фактически расписалась в доведении страны до кризиса. Нехватка сырья, сбой поставок ресурсов, нехватка энергии, нехватка рабочей силы, ракетный огонь, сбой логистики. Все, с чем сталкиваемся сегодня. И сейчас, как никогда, важно продолжать работать и обеспечивать всеми необходимыми ресурсами. Прежде всего, у нас не хватает ресурсов для посевной компании, а именно семян овощных культур. Используя шаблонные запросы, украинские дипломаты требуют денег и поддержки у абсолютно всех стран мира. Вот, например, обращение для Болгарии и Литвы. Меняется. Только шапка. А вот общее обращение ко всем партнерам. Здесь и про мультивалютный счет в Нацбанке говорится, куда деньги пересылать. Ну и, конечно, про последний рубеж Европы, защитниками которого считают себя украинские чиновники. Это стиль украинской дипломатии, когда нужно все время что-нибудь выпрашивать. А сегодня, в связи с той картинкой, которую им создали в Европейском Союзе, знаете, этих пострадавших борцов на переднем фланге с Российской Федерации, у них возникло ощущение, что они могут не выпрашивать, а требовать. Собственно, что и видно очень четко в письмах Министерства иностранных дел. В тех же письмах, которые иначе как спамом не назовешь, МИД требует суровых санкций против всех граждан России. А еще фактически науськивает дипломатов заняться разведкой, найти характеристики наших ракет через третьих лиц. Там же и таблицы поставок оружия, и лекарств, и документы о совместных учениях с НАТО и Великобританией в Черном море. Размещение иностранного флота Украине было нужно для того, чтобы угрозами пытаться вернуть Крым. Специально операция эти планы сорвала. Теперь же приходится готовить другие провокации, чтобы обвинить Россию. Вот Киев просит международной организации поставить в город 7 тысяч дозиметров, противогазы, химзащиту и таблетки, чтобы снизить облучение. Эксперты считают, это подготовка к инсценировке. Вызывает большие тревоги то, что украинская сторона требует поставок средств химзащиты. Поставки средств химзащиты для чего? Возникает сразу вопрос. То есть готовится какая-то провокация, связанная с химической угрозой, о том, как умеют делать эти постановки кураторы украинского государства. Вспомнит уже пробирку Пауэлла или белые каски на Ближнем Востоке. Мы прекрасно знаем. Те, кто ничего не клянчит, держать у власти не планируют. Вот украинка, которая 8 лет живет в Новой Зеландии, жалуется на почту МИДу, что консул отказывается от гуманитарки. Дескать, достаточно уже всего. Женщина просит лишить дипломата почетного статуса. Но, вероятно, он и вовсе останется без работы. Утром Зеленский недвузначно дал понять, что те дипломаты, которые не приносят пользы, оружие и продуктов, пусть ищут другую работу. Благодаря хакерам теперь известно, кто в шаге от увольнения. Прошу также учитывать, что наша группа небольшая, всего несколько человек. И за этот месяц несколько человек совершили. Атака на сайт президента Украины. Полностью взломана вся администрация Одессы и области. Атака на Министерство обороны Украины и святые данные в сеть. Дважды взломали банк, украинский капитал и крупнейший платежный сервис Новопей. Туда же отправилась и новая почта. Немного пошутили с бегущей строкой Украина-24. А также были взломаны все суды и Министерство иностранных дел Украины. Под хэштегом «Украинские архивы» данные будут публиковать в телеграм-канале как самих хакеров, так и МЭШ. Но изучение уйдет не один день. Разоблачители рассчитывают, что документы заинтересуют не только пользователей соцсетей, но и официальных лиц. Дмитрий Горн, Ольга Львухина, Вести. Мы работаем для тех, кто не хочет... Дмитрий Горн, Ольга Львухина, Вести. Дмитрий Горн, Ольга Львухина, Вести. Дмитрий Горн, Ольга Львухина, Вести.